19 июня в муниципалитете прошел первый с начала пандемии исход граждан по выбору староста из сельского населенного пункта. У нас есть 28 староста, которые были избраны посредством решения Совета депутатов. Но с учетом того, что у нас на территории 48 сельских населенных пунктов, необходимо проделать огромную работу. У 20 населенных пунктов необходимо провести исходы граждан, для того, чтобы люди определились, кто будет представлять интересы частного сектора. Жители деревни Белиутова со значительным перевесом. 94 голоса против 20 проголосовали за Лидию Сорокину. Избрана на должность она впервые. Трудностей не боится. Болевые точки своей деревни знает и готова отстаивать интересы жителей. Первая проблема Белиутова – это у нас транзитный проезд. У нас знаки стоят, но водители их не соблюдают. Второе – это дороги, конечно, чтобы асфальтировали. Теперь протоколы со схода должен утвердить Совет депутатов. А вот жителям деревни Пуговичина только предстоит выбрать своего старосту. С 2012 года эти обязанности исполняет Татьяна Денисова. Много, конечно, мы сделали за вот эти последние 10 лет. И дорога заасфальтирована, детская площадка новая, спортивная, тренажерная площадка новая. Абсолютно новую дорогу и осветили ее, сделали в другой части деревни. Сделали нам футбольное поле. Но дел, признается Татьяна, еще много. Сейчас местные жители активно борются с нашествием фур и грузовиков, которые по ошибке заезжают в деревню. Как только построили складской комплекс напротив гипсобетона и присвоили адрес им деревни Пуговичина, непонятно почему, хотя они находятся от нас в нескольких километрах, все стали, у нас деревня не проездная, но все фуры, грузовые машины, курьеры, даже люди на работу приходят устраиваться в деревню, дом 8, дом 10. Фуры разрушают дорогу, а также вредят водопроводу, проложенному под ней на небольшой глубине. Из-за этого жители частенько оказываются на несколько дней без воды. На въезде активисты за свой счет установили информационный стенд, но проблему это, увы, пока не решило. Они ломают нам нашу дорогу. Это самое основное то, что они разрушают нашу дорогу. Это самое главное, я считаю. Вот и беспокоят по ночам. Они здесь вот сели, они едут и ночью. Вот, пожалуйста, вот они заехали, столб сломали нам в тот раз и буксовал до утра. Словом, без старосты такую масштабную работу проводить было бы проблематично. Они следят за благоустройством территории, информируют население о новых законах и постановлениях, а также о планах и действиях местных властей и органов государственной власти, отстаивают интересы жителей. Напомним, что старост сельских населенных пунктов избирают на пять лет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.